Именно с этого неказистого здания в нашем городе и началась история почты. До наших дней сохранилась лишь эта фотография. Остальные исторические сведения о деятельности почты музейщикам удалось представить лишь благодаря помощи старейших работников, которые занимают особое место в сегодняшней экспозиции. Здесь, конечно, представлены их фотографии, их документы. Во всяком случае, вот у нас имеются два почтальона, которые имеют звание заслуженного связиста Республики Казахстан. Это очень почетное звание. Неслучайно центром экспозиции стал обычный почтовый ящик. Именно он, по мнению авторов, является конечной точкой маршрута почтового работника. И хотя люди сегодня все реже пользуются бумажными письмами, музейщики уверены, этот вид связи будет актуален всегда. Буквально на днях Тимиртауский музей получил открытку от немецких путешественников, которые, побывав в нашем городе, получили в подарок набор бумажных открыток о его истории. Не поверите, прошел буквально месяц, и они отправили эту открытку уже из Китая. Ну, на этой открытке написано, что через 7,5 тысяч километров мы шлем вам свою любовь. Вот. Ну, приятно не только вот этот знак внимания, но и как приятно все-таки получить вот такую открытку, держать ее в руках. Сотрудники музея в своей экспозиции решили воссоздать и будние дни почтовиков. Потому экспозиция очень похожа на настоящее почтовое отделение. Здесь все о почте, о ее работе. И сегодня здесь многие впервые услышали настоящие байки почтальонов. У нас был случай, когда мы получили посылку. И, понимаете, в посылке вот такое ощущение, что там что-то такое сыпучее, гремучее, абсолютно непонятное. Посылка как-то странно упакована. Естественно, наши были действия такого плана. Санэпидстанция, ЧСники, служба, значит, внутренних органов. И мы вскрывали эту посылку. Очень осторожно, так это, знаете, нуждали там, ну, непонятно что. Оказалось, просто кто-то отправил стиральный порошок, плохо упаковав. Курьезных и не очень случаев, связанных с работой почты, в Тимиртау множество. Об этом знают самые старейшие работники узлов связи, которые своими рассказами пополняют копилку истории Тимиртауского музея. Эта экспозиция будет работать в городе в течение месяца. Сотрудники музея ждут своих посетителей. Анна Калинина, Дмитрий Поленов, Новости Тимиртау.